Всем привет, ребята! С вами я, Стефан, и вы на канале Стефанчик ОТВ. И сегодня вы узнаете, откуда воссоздался сам Дед Мороз или Санта Клаус. Ну, называйте его, как хотите. Окей, наш Дедушка Мороз. Откуда он появился? Слушайте, не переключайте. Это сказочный персонаж. Он дает детям подарки на Вождество Христово. Санта Клаус является прообразом Николая Чудотворица. Он был таким хорошим человеком, что на Плазднике или на Новый Год дарил бедным людям или просто детям и взрослым тоже подарки, но только чтобы никто его не увидел. У нас тут в Испании есть большая церковь, которая сделана через Николая Чудотворица. Санта переводится как Святой, а Клаус переводится как Николай. А как родилась сама идея Санта Клауса и кто его придумал? Теперь я вам расскажу, как родилась история Санта Клауса. Слушайте и не переключайтесь. 1822 году. Просто американский учитель придумал сказку для своих детей. И каждый Новый Год вождество придумал одну сказку и показывал ее детям. И каждый Новый Год они одну и ту же сказку читали. Через пару лет сказка этого учителя пришла на газету. И они напечатали эту сказку в газете. Эта сказка стала такая популярная, что она на каждый Новый Год была распечатана на газете. И все люди читали это своим детям. В 1840 году все американцы знали про эту сказку Санта Клаус. И этого забавного старика нам подарил простой американский учитель. Чуть позже придумали фильм под названием «Регенда Санты». Где уже святой Николай превратился в Санта Клауса. В 1860 году американский художник Томас Наст нарисовал в Пивыре в журнале Санта Клауса. Вместо Санта Клауса срисовал себя самого. А сам художник был тоже старенький, дед за болотой. Толстый, небольшого роста. Длинная болота. Усы. И этот рисунок стал очень популярным. Его начали размешать по всему миру. Во всех журналах и газетах в Новый Год. В 1931 году компания Кока-Колы запустила на Новый Год Санта Клауса на рекламе Кока-Колы. Художником этого был Хэдомом Санблоном. Именно ему принадлежит сослуга современного Санта Клауса. Если раньше все рисунки Санта Клауса были скучные, черно-белые, то сейчас Санта Клаус сиялкий, возлоцветный, красный, белый, шапочка с белым бомбончиком. Вот такого вот современного Санта Клауса мы знаем. У него бордовые штаны, чуть-чуть из белая шерсть, борода, очкин, шапочка с белым бомбончиком или золотом. Вот тут вот еще здесь белая перчатка. Вот такие вот перчатки мягкие белые. Тут у нас тоже белые бордовые лучики и золотой цвет. И это благодаря художнику Хэдомом Санблоном и компания Кока-Кола, которая использовала этот вид Санта Клауса на своей рекламе. Теперь я расскажу, какие спутники есть у Санта Клауса. Санта Клаус появляется с кем-то. У него есть добрый и злой спутник. Спутником и антипотом Санта Клауса является косматый и рогатый Крампус, который наказывает непослушных детей и пугает их. И этот персонаж тоже является антипотом святого Николая. А его близким другом является миссис Клаус, миссис Санта Клаус. Это жена-испутница нашего Санта Клауса. Теперь мы узнали, кто такие спутники Санта Клауса и как появился Санта Клаус. И сейчас мы посмотрим, как называется имя Санта Клауса в разных странах. А, например, в Испании называют Санта Клауса Папа Ноэль. А в России его называют Дедушка Мороз. Ну все это, конечно, знают. А в стране Финляндии его называют Фиоропуки. А во Франции его называют Пер Ноэль. В разных странах Санта Клауса называют разные имена у него есть. Но Санта Клаус словно, как Санта, как останется он Санта. Это Санта Клаус, который придумал американский писатель. И основа этого святой Николай Чудотворец. И последний вопрос. Какой транспорт у Санта Клауса подсказка? На чем он передвигается? Конечно, это Орени. Американский преподаватель именно написал, что у Санта Клауса сани с девятью оленями. А вы знаете, что у оленев есть имена? Дэшел – Орень стремительный. Дэнсер – это Орень танцор. Рэнзел – голосующий. Фиксен – сварливый. Кумет – комета. Хьюпит – хьюпидонт. Дионер – дантер. От имени Гром. Бритсэм – брикцэм. Эти имена впилы и звучали в 1823 году, когда написали стихотворение «Ночь перед Вождеством». Чуть позже придумали еще одного оленя. Главного оленя зовут Рудольф. Теперь вы знаете всю историю по историю Санта Клауса. Мы знаем, кто его спутники, что у него два транспорта и как он создался. Теперь мы все знаем про Санта Клауса, Дедушка Мороза, про Папа Ноэля. Говорите его имя на всех языках и верьте в него. Ваши желания всегда будут сбываться. Верьте, верьте в сказок. Он существует. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте много лайков. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!